Привет, друзья! Итак, я продолжаю свой рассказ о музыкальных событиях уже 1971 года. А к этому времени в нашей стране стало появляться много популярных песен. В основном из репертуара вокальных инструментальных ансамблей, таких как «Поющие гитары», «Веселые ребята», «Самоцветы». Ссылки на несколько очень популярных песен смотрите, пожалуйста, в описании под этим видео. Ну а за границей, главным образом, в репертуаре разных исполнителей оставалась группа The Beatles. И появлялись новые песни в этом стиле. Надо сказать, что этот стиль, который назывался бит в то время, или его еще называли биг бит, большой бит, разумеется, этот стиль совершенствовался. И гитарную группу уже дополняли духовые инструменты, вот как раз начиная с 70-х годов. Как правило, что входило в эти духовые инструменты? Ну, это обязательно труба, тромбон и саксофон. Либо тенор-саксофон, либо альт-саксофон. Стиль этот назывался тогда джаз-рок. И распространялся он под влиянием американской группы Чикаго. Вот посмотрите фотографию. Этот ансамбль был в то время чрезвычайно прогрессивным, как, впрочем, и группа, которая называлась «Кровь, пот и слезы». Она не имела в своем багаже суперхитов, так как впоследствии постоянно экспериментировали музыканты, отдавая предпочтение не столько вокальной музыке, сколько инструментальной в сочетании с разными инструментами, включая даже и клавишные инструменты. То есть это такой был джаз-рок. Ну, что это такое? Это элементы джаза и элементы рок-н-ролла. И, ну, в общем-то, это сплав разных стилей, которые позже стали называть фьюжн. Фьюжн – это сплав разных стилей. Это могут быть стили какие, и даже кантри, и фолк какой-то, значит, и фолк-рок. Ну, и даже классика. А в нашей стране в то время были популярными песни таких молодых композиторов, как, допустим, Юрий Антонов. У него замечательная песня на тот момент была «Нет тебя прекрасней». Также композитор Марк Фрадкин, который работал непосредственно с ансамблем «Самоцветы». И было несколько популярных песен этого композитора. Не повторяется такое никогда. Тоже смотрите ссылки в описании, я всё это даю. Особенно я хотел бы отметить и выделить среди других молодых композиторов молодого талантливого автора Сергея Константиновича Дьячкова. И песни его практически все попадали в десятку, как говорят. Ну, сами посудите. «Алёшкина любовь», «Школьный бал», «Ветка жасмина», «Честно говоря», «Не надо». Вот далеко небольшой список его авторских песен. Ну, а среди поэтов я бы особенно отметил Онегина Гаджикасимова, потому что именно почти ко всем этим песням были написаны им тексты. И мне посчастливилось с ним быть не просто знакомым, а, так сказать, ну, работал я с ним достаточно очень напряженно и очень продуктивно. А зарубежная музыка у нас в Советском Союзе всё ещё была запрещена к исполнению на эстраде. Она не звучала ни по радио, ни по телевидению. Её можно было услышать только на магнитофонах. Надо особо отметить, что в промышленном производстве бытовой аудиоаппаратуры произошли огромные изменения в те годы, которые повлияли на распространение и продажу звуковых носителей. В продаже появились компактные магнитофоны. Вот посмотрите на фото. И они уже использовали компакт-кассеты. В то время было много комиссионных магазинов, в котором продавались зарубежные магнитофоны, проигрыватели, ну, и другая аппаратура, в том числе и фотоаппараты, и кинокамеры. Видеокамер ещё в то время не было. Стоило всё это, конечно, очень даже недёшево. Но люди всё это покупали. И вот стоит особо отметить, что компакт-кассета просуществовала на рынке в качестве основного носителя практически до конца 90-х годов, то есть на протяжении почти 30 лет. А исчезли компакт-кассеты по причине новых носителей, лазерных дисков CD, которым, кстати, времени было отмерено гораздо меньше в связи с появлением гаджетов, смартфонов, ноутбуков, планшетов. То есть того, чем мы пользуемся сейчас. А что же было с вокально-инструментальным ансамблем «Эврика» из города Химки в том 1971 году? Помните, я об этом рассказывал в предыдущих выпусках своего журнала? Если кто пропустил, то, пожалуйста, посмотрите ссылки в описании. Итак, мы стали победителями телевизионного конкурса «Алло, мы ищем таланты» в Москве и Московской области и прошли уже второй конкурс, второй тур. И тоже победили на нем. И нам предстояло участие во всесоюзном финале, который должен был состояться летом 1971 года. И, как я уже говорил, мне надо было написать песню стилизованную, то есть как бы фольклор, но только в современной обработке. Две предыдущих песни уже прозвучали в телеэфире и принесли нам успех. Я сделал такую песню и назвал ее «По щучьему велению», ну то есть проемелю. Опять-таки использовал тему русской народной сказки. Но если признаться честно, на меня было оказано моральное давление со стороны телевидения. И заключалось оно вот в чем. На одном из телеэфиров ко мне подошел ассистент режиссера и вручил мне клавир песни Владимира Шаинского с текстом, ну, комсомольско-патриотического содержания. Эдакий марш. И сказал мне, явно намекая на то, что нам определенно следует исполнить эту песню в финале. То есть это наш как бы единственный шанс. И мне стало ясно, что либо мы будем разучивать вот эту ерунду, а у меня на эти патриотические песни была бы, ну, просто аллергия на тот момент. Или надо было бы просто поступить честно, показать в финале свою вот эту авторскую песню, заранее зная, что мы, ну, уже тогда не станем победителями. Все именно так и случилось. Вот на этом фото заключительный всесоюзный финальный конкурс телевизионной передачи «Алло, мы ищем таланты». Вот, посмотрите, на этом фото стоим мы. Это вокально-инструментальный ансамбль «Эврика». И сразу за нами эстрадный оркестр Гостелерадио СССР под руководством Бориса Карамышева. А победителями в финале стал никому еще до этого неизвестный вокально-инструментальный ансамбль «Елла» из Ташкента. Кстати говоря, мы с этим коллективом совместно репетировали на телевидении в прогонах. И нам было смешно, когда мы слышали песню в их исполнении. Знаете, они пели так «Гель-гель Джоном», «Комсомол Джоном», «Партия Джоном». Так вот, знаете, мы смеялись, а ведь вот правильно говорят, тот, кто смеется, тот смеется последним. Все у них было гораздо круче. Ну, вот на этом и закончился наш рейд, если можно так сказать, на центральном телевидении Советского Союза. Закончился он летом 71-го года. Безусловно, мы были в то время очень популярными в городе Химки и за его пределами. Со мной здоровались незнакомые мне люди. Мы познакомились с такими понятиями, как слава, популярность. Но все это, поверьте мне, очень быстро прошло. Его величество, время, безжалостно уничтожает все то, что уходит в прошлое. Ну, а о том, что было дальше, я расскажу вам в следующих выпусках своего журнала. Как всегда, напоминаю вам, что по вторникам вы можете встретиться со мной в формате журнала. Либо это журнал Music Sky, вот, посмотрите, либо музыка СССР, вот, либо о всяком разном. А по пятницам моя музыка и песни, разумеется, только все новое. Так что, приглашаю вас подписаться на мой канал с колокольчиком. Как всегда, желаю вам, друзья, всем-всем самого наилучшего. Пока, друзья, увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok